Приветствую представителей знака Зодиака Скорпион, общий остеологический прогноз на 2025 календарный год. Это год любви для вас, уважаемые скорпионы, но с очень важной ремаркой. Любовь не новая, год в целом очень ретроградный, очень много ретро-тенденций, ретро-планеты, и карма ретроградная, поэтому любовь в том же стиле, что и раньше, любовь ретро. Если вы сейчас в отношениях, в стабильных отношениях, вот эта любовь, которая у вас сейчас есть, она, скорее всего, будет продлеваться, сохраняться, укрепляться, работа над ошибками в отношениях, но это та же самая любовь. Если же вы сейчас одиноки, то, конечно же, взгляд нужно направить в прошлое. Там, скорее всего, вы где-то оставили, потеряли партнёра, может быть, были брошены партнёром, который вам по судьбе, в разных вариациях. Эти отношения, прошлые я имею в виду, могли быть и длительными, а может быть и нет. Здесь нельзя говорить, что только какой-то определённый формат отношений, совсем нет. Возможно, ваше непродолжительное знакомство с кем-то приведёт к восстановлению отношений, во-первых, с этим человеком, а во-вторых, к продолжению. Например, вы сходили на одно свидание, пришли, что человек вам не подходит, и всё, и забыли про него. Но контакты у вас сохранились, и он вам напишет, либо вы ему напишите. Даже случайные какие-то встречи, которые казались вам незначительными, могут подниматься, вспоминаться, возрождаться. Ну и естественно, что если были у вас уже отношения, какого-либо формата, они могут возрождаться. Если были настоящие чувства, они будут возрождаться. Если карма не закрыта, естественно. Если карма закрыта, не восстанавливаются отношения. Не вернутся те отношения, которые настолько далеко в прошлом, что они абсолютно как чёрно-белая, высвевшая фотография. Вы, конечно же, понимаете, что есть те случаи, когда вообще абсолютно невозможно восстановить отношения по разным-разным причинам. Но, как правило, всегда эти отношения, они же и завершённые. Если вы можете восстановить отношения даже через трудности, через сложности, через расстояние, через время, через блоки, эти отношения имеют место быть, они имеют ещё потенциал развития. Конечно же, каждый случай уникальна, история жизни каждого из вас уникальна, история любви, тем более. А это гороскоп общий, это гороскоп, который я составляла по равнодобной системе, не по вашему личному гороскопу. От этого возможны вариации, градации. И поэтому я говорю, что это общий гороскоп, я не устаю повторять, как общая температура по больнице. Это как прогноз погоды для всего города. Но вы понимаете, что в одном райончике города может быть дождь, а в другом и нет. Где-то сильнее, где-то слабее, где-то солнышко выглянуло, где-то нет. То есть это всё индивидуально зависит от вас. Поэтому лучше личного гороскопа ничего быть не может. Заказывайте лично свои гороскопы, ваши эмэскорпионы, чтобы наверняка знать, о любви у вас этот год или нет. По общему гороскопу год очень любовный, но это общий гороскоп. По равнодобной системе у вас северный кармический узел не только в 2025 году в Доме любви, но ещё и в 2026 году. То есть прошу обратить внимание, что год любовный не только 2025, но и 2026. Северный кармический узел будет в вашем пятом Доме гороскопа, если говорить точно по датам, с 12 января 2025 года по 27 июля 2026 года. Полтора года. Всё это время ваша главная кармическая задачка — любить. Любить и быть любимым. Любовь прежняя. В 2025 году много ретроградности, именно поэтому я так и говорю. Если же всё-таки вы хотите новую любовь, у вас абсолютно нет никаких прошлых отношений, которые можно было бы развить, у вас вся карма прошлого закрыта, чистая, просто нулевая, в таком случае ориентируйтесь уже на сентябрь. Тогда уже конец года, скорее всего, осень только 2025 года для новой любви. Всё остальное время, особенно зима и весна 2025 года, очень сильно ретроградные. Если всё-таки действительно у вас чистейшая карма, и вы хотите новую любовь, ориентируйтесь на сентябрь 2025 года. Если у вас какие-то отношения новые, любовные зарождались в сентябре 2024 года, то вот эти отношения будут развиваться тоже в 2025 году. Не только очень давнишние связи будут актуальны и развиваться, но и свежие отношения. Ещё раз напомню вам, что в сентябре 2024 года уже было затмение в рыбах, и точно такое затмение будет в сентябре 2025. Поэтому у кого-то новая любовь в сентябре 2025 с большей долей вероятности, но кто-то из вас уже повстречал её чуть раньше. Это самые ранние, так скажем, те, кто самые первые в очереди скорпионы. Может быть, у вас уже была встреча с новой любовью в сентябре, но не 2025, а 2024. Для большинства же из вас с большей долей вероятности новая любовь — это сентябрь всё-таки 2025 года. Конечно же, есть определённые даты затмений, но затмения проигрываются, по моим наблюдениям, часто за месяц до, за неделю до. Вот это я чаще всего наблюдаю за неделю до затмения. Иногда затмения проигрываются в день в день, но это тогда, когда оно очень сильно резонирует с вашей картой рождения, не очень сильные и точные аспекты, да, может затмение проиграться день в день. Иногда и месяц после. К примеру, затмение, которое 7 сентября. Может ли оно вот в этот самый день вы встретите свою любовь? Может ли оно прямо день в день принести вам любовь? Да, если есть точный аспект к вашей натальной карте рождения. И именно 7 сентября, к примеру, вы встречаете свою любовь. Но для кого-то это может быть и 1 сентября, а для кого-то это и 7 августа, для кого-то это 7 октября. То есть разброс может быть плюс-минус. В любом случае такие яркие события, как встреча с любовью, свадьбы, расставания, в том числе и разводы, обычно привязаны к затмениям. Они могут быть пролонгированными, но привязаны точно к затмениям. Затмения самые кармические обычно у нас то, что идёт, это идёт по затмениям, как правило. То, что именно яркого и актуального. Фоновые процессы в жизни идут по медленным планетам, которые постоянные и длительные. А вот самое красивое, самое яркое, такие моменты в жизни, которые запоминаются, как правило, это затменные моменты. Поступление на новую работу, первый раз в жизни большие деньги в руках, рождение ребёнка — это привязанные темы к затмениям. Про любовь, думаю, всё понятно. И как раз делаю мостик, переходим к детям. Уже сделала мостик, переход к детям. Да, действительно, Пятый дом гороскопа — это кроме любви между мужчиной и женщиной, также темы детей. Поэтому весь этот год подходит для того, чтобы детки появлялись, и если они уже есть, с ними отношения развивались. Соответственно, у вас, к примеру, может быть сочетание, у вас уже дети есть и ещё появляются. То есть этот год, в принципе, подходит для всех детско-родительских тем, отношений, для всего, что вы можете делать с детьми. У кого-то ребёнок идёт в школу, и вот, к примеру, то же самое затмение 7 сентября. Для кого-то из вас проиграется не по теме встречи с любовью, а по теме того, что ребёнок в вашу школу пошёл. Вот вам и затмение луны 7 сентября. Новый учебный год в пятом доме гороскопа, в доме ребёнка проигрывается, что ваш ребёнок пошёл в школу, и никакой любви, может, у вас новой и нет. Смотря кто вы, сколько вам лет, какие у вас сейчас задачи. Если вы, к примеру, на пенсии или child-free, или по какой-то другой причине у вас тема детей абсолютно исключена, нету и не хотите вы детей, тогда сентябрь и затмение в сентябре, 7 сентября может проиграться, как ваше хобби. Это тоже пятый дом гороскопа. Любимые дела идут по пятому дому гороскопа. И вы, к примеру, на своём хобби начинаете зарабатывать именно в сентябре. То есть кто-то по такому затмению встречает любовь по пятому дому гороскопа, кто-то отводит ребёнка в школу, а кто-то начинает зарабатывать на своём хобби. Кажется, очень разные темы. На самом деле это один и тот же дом гороскопа. Дом любви сердечной, дел любимых, детей любимых. Также это дом азарта. Азарта приключений, спорта в том числе и разных страстей. Всего того, что вы делаете со стуком сердца. Вот сердце стучит, ладошки потеют. Вот это пятый дом гороскопа. Поэтому здесь и страсть, и интим, и спорт, и адреналин в пятом доме гороскопа. Малый бизнес идёт по этому дому. Поэтому если вы чем-то действительно очень сильно горите и хотите начинать зарабатывать на этом, то сентябрь. Сентябрь – самый оптимальный месяц для старта. И ещё какие темы могут пройти? Ну, конечно же, внуки и чужие дети. Усыновление, удочерение тоже вариант в этом году. Если вы, например, знакомитесь с новым человеком и у вас новая любовь, то у этого человека может быть ребёнок. И таким образом у вас и любимый появляется, и ребёнок появляется. И, к примеру, ребёнок любит во что-то играть, вы начинаете с ним вместе и увлекаться его игрой. Вот у вас сразу все три темы по пятому дому гороскопа могут и проиграться. Сентябрь для всего нового. Что же в марте? В марте тоже два затмения, и в марте могут проигрываться те же самые темы, что я ранее озвучила, но это повторное что-то. То есть это скорее у вас возврат любимого человека в марте, либо вы возвращаете, то есть разные варианты. Это скорее возврат ребёнка. Например, вы не общались с ребёнком, поссорились, можно восстановить отношения. Либо ребёнок куда-то уезжал, переезжает. То есть это не новые дети, это те, которые есть. И с хобби аналогично. Если вы в марте начинаете заниматься каким-то своим любимым делом, то это не новое дело, это то, что вы раньше делали. Возможно, уже и зарабатывали на этом. Для тех, кто любит чёткость и для тех, кто хочет заранее запомнить, когда же затмение, я сейчас озвучу сухие статистические данные. 14 марта затмение Луны в знаке Зодиака Дева. 29 марта, что почти апрель, заметьте, затмение Солнца в знаке Зодиака Овен. И именно вот это затмение, кстати, может отыграться для кого-то реально в апреле, из-за того, что оно в конце марта. Третье затмение седьмого сентября в знаке Зодиака Рыбы и четвёртое затмение 21 сентября в знаке Зодиака Дева. Итого, два затмения в Деве, затмение Луны и затмение Солнца в Деве и ещё два затмения, одно из них Солнечное в Овне, второе Лунное в Рыбах. Подчеркну, что лунное затмение в Рыбах уже было в сентябре 24-го года. Вспомните, что там у вас было в сентябре 24-го года. Вообще, какие темы были. Потому что затмения 25-го года, они могут, особенно мартовские, конечно, затмения, с большей долей вероятности март, может завершить темы, которые были у вас в 24-м году. А сентябрьское затмение, оно как раз-таки может продлить темы, которые были у вас в 24-м году. Нет здесь никаких противоречий. Потому что часть всегда каких-то процессов, которые у вас идут в жизни, они уходят на убыль, а другая часть процессов идущих одновременно идёт на рост. Так и бывает чаще всего. Поэтому, если вы хотите избавиться от проблем, то, конечно, для вас больше март. Завершить какие-то процессы — это март. А продолжать начатое ранее и начинать новое — это сентябрь. Март — исправить ошибки, корректировать, возвращаться, возвращать и делать как можно более лучшим те отношения, те ситуации, те ваши работы и профессии и хобби, которые уже есть. То есть улучшать всё, улучшать свою жизнь по всем фронтам в марте. А что-то новое привносить на улучшенную почву вашей жизни, на сдобренную почву вашей жизни, это сентябрь. То есть сначала разберитесь с тем, что есть в вашей жизни, а потом уже что-то новенькое. Поэтому в марте, конечно же, на двух затмениях и на ретроградном Меркурии, который будет в марте, и ретро в Венере, это возвраты к прошлому. Год мега-ретроградный. Чтобы вы оценили всю его ретроградность, достаточно сказать о том, что северный кармический узел, который в рыбах с 12 января, это узел кармический, карма, в знаке прошлого. То есть карма вся в прошлом. Рыба — это самый ретроградный знак зодиака из всех знаков зодиака. Если ваш знак зодиака — скорпион, это знак реинкарнации, перерождения, и тоже он близок на самом деле к рыбам, и тоже говорит о чём-то прошлом, о прошлой жизни, то знак рыбы — это ещё более глубокий и широкий дом реинкарнационный. Если по скорпиону, к примеру, человек узнаёт, кем он был в прошлой жизни, в предыдущей, то по рыбам можно узнать все свои прошлые жизни, просто докопаться до всего и до всех, потому что по рыбам можно, например, узнавать ещё и родословную свою, то есть разбираться с семьёй, находить семейные какие-то реликвии, узнавать, кто вообще вы, ваши родословные. Вот когда люди составляют древо родовое, это рыбы, это рыбы. Если вы разбираетесь сугубо в своих проблемах, сугубо в себе копаетесь, то это скорпион, то есть ваш знак зодиака — это про самокопание, это знак психологии, но, как правило, здесь человек только свою боль достаёт. По вашему знаку зодиака вы достаёте свою боль, с ней работаете, а по рыбам можно достать боль любого другого человека и работать с нею. это связанные, конечно, вещи, так как скорпион вы знак воды, второй воды, а рыба — это знак третьей воды, то есть рыбы, они как бы за вами идут следом, дополняют вас, поддерживают, расширяют. Так что год мега-кармический, мега-ретроградный, только лишь потому, что северный кармический узел в рыбах, этого было бы достаточно. Рыбы — это знак прошлого вообще всей нашей Вселенной. Когда мы говорим о том, как зародилась жизнь вообще во Вселенной, то мы имеем в виду знак зодиака рыбы, то есть представьте себе, но уже дальше некуда, уже дальше в прошлое, чем рыбы, просто некуда идти. Кроме того, в этом году куча ретро-планет одна на другой, караваном идут, наслаиваются друг на дружку, повторяют друг дружку. Не только 25-й год, но ещё конец 24-го года в теме ретро. 26 ноября, 2024 года уже пошёл старт ретро-движа. Ретро-Меркурий с 26 ноября 2024 года. За ним наступает период, точнее, даже не за ним, а вместе с ним наступает период ретро-Марса. Ретро-Марс с 7 декабря 2024 года. Весь декабрь ретроградный и ретро-Меркурий, и ретро-Марс. В январе ретро-Марс, в феврале ретро-Марс, до 24 февраля. Дальше у нас неделька передышки. И в марте, со 2 марта ретро-Венера. Также в марте ретро-Меркурий. И ретро-Венера ещё и в апреле 2025 года. Итого, в общей сложности, ретро-период, это период с 26 ноября 2024 по 13 апреля 2025 года. Что и говорить. Вы понимаете, что это очень много времени ретро-Градности. Некоторые люди не могут переживать ретро-Меркурия, который всего лишь три недельки. А тут, посмотрите, это всё время ретро-Градное. Вот это всё время ретро-Градное. В январе ещё и кармический узел переходит в самый ретро-Градный знак зодиака в рыбы. То есть, конечно же, год мега-ретро-Градный. Как вы знаете, как Новый год встретишь, так его и проведёшь. И у нас и природный Новый год, и календарный Новый год на множестве ретро-энергий. Соответственно, по большей части год ретро-Градный. Дальше в год, чем дальше к 26-му году, тем легче. Но, тем не менее, всё равно тема ретро-Градности не отпускает. И у вас, главным образом, все ретро-вопросы связаны с любовью вашего сердца. Любимые люди, мужья-жёны, дети, внуки. Если вы работаете с детьми, то также это и об этих детях. К примеру, вы работаете в детском садике либо в детской больнице, то вот эти детки тоже будут очень актуальны. Установление, удочерение, то, о чём я вам говорила. И ваши хобби, это тоже будет очень актуальная тема. В марте будет затмение солнца в вашем шестом доме. Вот март ещё может проиграться как работа, как возврат к работе. Кроме тем любовных, март ещё и работой обозначен. Итак, в марте можно возвращаться на прежнюю работу по любым причинам. То ли вы выходили на больничный, то ли в отпуск, то ли в декретный, это возврат к работе. Или другие разные варианты. Если, например, вы никуда не уходили, то возвращаться не к работе в плане прихода на работу, а к какой-то деятельности на работе. Например, работы просто станет больше. Вот так может появляться это затмение. Если вам нужна новая работа, то, опять же, ориентируйтесь скорее уже тогда на сентябрь, на более лёгкие энергии, когда можно больше шансов. Хотя в сентябре для тех, кто хочет, как раз-таки тема может пройти фриланса, потому что солнечность менее в 11-м доме гороскопа. Соответственно, опять та же самая тема, что и в марте. Это либо работа та же самая, но в онлайн-версиях, либо работа та же самая, но более лёгкая. Если же она новая, то она лёгкая, легче, чем была предыдущая. В интернете, опять же, у нас сейчас практически все люди переходят в интернет, того будет всё больше и больше и больше. Дойдёт до того, что все люди будут все где-то в интернете интеллектуальной деятельностью заниматься, а простые вещи будут делать роботы. Этого уже сейчас много. Вы это прекрасно знаете. Конечно, до той картины, которую я описала, что все люди только лишь онлайн, это ещё далеко. Это, естественно, не 25-й год ни разу. Плюс есть разница в странах. Вы знаете, что есть страны, которые более развиты, а есть страны, в которых никогда вообще не слышали даже. И люди не пользуются ни интернетом, ни мобильником. То есть ещё и вот от чего зависит. От страны, в которой вы живёте, очень сильно. Тут очень много нюансов. Очень. А гороскоп общий. Поэтому вы сами понимаете, что делать общие гороскопы трудно реально, потому что вы в разных странах живёте. Разный климат, разный язык, разные права, разные у вас вообще возможности разные. Вы все в разных финансовых состояниях, социальных. Кто-то замужем, кто-то нет, кто-то с детьми, кто-то нет. Но то он и общий гороскоп, чтобы говорить общие тенденции, а вы подстраиваете под себя. Например, солнечное затмение в 11-м доме гороскопа в сентябре. Для кого-то это вообще пенсия, потому что 11-й дом, дом свободы, это дом пенсии. Если вы никак не можете выйти на пенсию, то как для вас может проиграться свобода на работе, меньше работы? Да? Либо вы где-то перемещаетесь, что можете свободно себя чувствовать на работе. Фриланс чаще тут идет, работа удаленная. Если вы работаете в больших коллективах с множеством людей, с детскими коллективами, спортивные коллективы, музыкальные коллективы, очень будет успешен сентябрь. Сентябрь хорош, в принципе, для тех из вас, кто устремляется к известности, в том числе и в таких серьезных вопросах, как политика. Да, конечно, по 11-му дом можно просто свой блог вести и вообще ни о чем, просто свои фотографии выставлять, то, что в ТикТоке вы много видите, просто рот открывать под чужие песни. Это, конечно, тоже солнечное изменение в 11-м доме. Но и серьезные вещи, борьба, например, за экологию, за права каких-то граждан, феминизм в 11-м гороскопе. То есть тут, как вы, что называется, распоряжаетесь своим телефоном. У всех у вас есть телефон, у всех у вас есть возможность поставить любое приложение, но что вы там будете делать, зависит от вашей личности. Вы будете просто пользователем, просто каким-нибудь хейтером, который только и пишет комментарии, либо будете создателем и творцом, и будете читать хейтерские комментарии. От вас зависит. Венера ретроградит в марте и в апреле также в вашем пятом и шестом домах гороскопа. Ретро-возврат. Пятый дом. Детей, любви, хобби. Шестой дом. Работы. Возврат работы и любви. Это март. Возврат работы может быть также над собой, потому что шестой дом гороскопа это дом ЗОЖ, здорового, правильного образа жизни. Это дом медицинский, про питание и про разные такие истории, те, что мы делаем каждый день. То есть чистить зубы, умываться, это тоже шестой дом гороскопа. И тут вы к чему-то можете возвращаться из того, что вы делали. Вновь возвращайтесь к занятию спорта. Вновь возвращайтесь к определенному строгому режиму. Например, раньше вы вставали по часам, потом перестали. Стали вставать как попадя. Начнете опять. Вот ровно в шесть утра встаете. Раньше вы какую-то может быть привычку завели хорошую, потом оставили. Можете вернуться к своей хорошей привычке. Можно ли вернуться к негативной привычке? Да, тоже можно. Если она ваша любимая. Помните, дом любви. Много очень любви. Поэтому по ретро-венере в шестом доме гороскопа, если вы когда-то очень любили делать что-то условно говоря плохое, вы можете вернуться. Да, тут, конечно, кого-то расстрою. Потому что тот, кто кушал много тортиков, потом сел на диету, ну, к сожалению. Если вы бросали другую вредную привычку, та же самая, к сожалению, история. Венера чаще всего показывает что-то вкусное, ну, такое сладкое. Ну, не обязательно. Например, если вы обожали курить, то, да, это тоже может пройти тема по Венере, хотя секрет это не Венера, это Марс. Но, если вы их обожаете, то это для вас Венера. То, что вы очень сильно любите. Хорошее, ну, либо плохое. То же самое в хобби. Хорошее у вас хобби или плохое, вообще все равно вы будете, скорее всего, к нему возвращаться. Игры. Та же самая история. Кто-то просто играет, просто убивает время. А кто, например, стримы ведет и снимает свою игру и зарабатывает на этом. Вы понимаете, какая разница большая? То есть, для кого-то это заработок, а для кого-то просто убивание времени. Но и то, и другое Венера, ретро, в пятом доме гороскопа. Одинаково. И люди, и дети, хорошие они или плохие. Если вы их любите, вы будете к ним возвращаться и их возвращать. Вам все равно, какие они. Потому что год безусловной любви. Рыбы, знак зодиака рыбы, где северный кармический узел, это знак безусловной материнской любви. Кто-то из вас мама, но кто из вас не мама, и если вы мужчина, то постарайтесь представить себе, как это. Кто-то из вас уже любил такую любовь, кто-то из вас любит такую любовь. Это любовь, когда вам вообще фиолетово что-то человек вытворяет. Он об вас ноги вытирает, он еще что-нибудь там кричит, рычит. Вам его надо памперсы менять, он специально на вас может быть что-нибудь нехорошее сделал, чтобы вас обмочить. А вам все равно, вы любите его. Это любовь матери к ребенку. Конечно же, любящей матери к ребенку. Вот такой любовью будут любить все люди в этом году. Это не просто желание, это будет кармическая задача. То есть вселенная будет вынуждать такую любовью любить. И если вы такой любовью не любите, то могут быть проблемы, потому что кармическая задача то и задача. И северный кармический узел это указка учителя, которая с одной стороны показывает вам, что нужно делать, а с другой стороны может и так немножечко указкой, вы знаете, можно немножко прихлопнуть ученика, если вдруг он не хочет выполнять это задание. Задание любить в этом году. Поэтому если вы вдруг воротите носом, говорите нет, что-то он дурно пахнет, наверное, я не буду его любить, то будут, могут вас наказывать. Если это с нюансами, если это так идёт по карме у вас, то да. Понятное дело, что может и не быть наказаний, но это в том случае, когда как компенсация. Нюансов много, скажу ещё раз, триллионы. Вот сколько людей, столько и нюансов. И у каждого человека, в каждой его истории и отношении особенные нюансы. Поэтому всех вариантов перечислить невозможно. Даю вам общие тенденции и картины, и описываю это красочно, чтобы вы просто понимали, что это за образы. Образами вам передаю эти все энергии. Поставьте лайк, пожалуйста, за мои старания. Я вкладываю душу, вкладываю эмоцию. Всё, что есть в голове, я вам рассказываю, то, что вам считаю нужным, стараюсь для вас. Поставьте обязательно лайк, подпишитесь на канал, заказывайте свои личные гороскопы на 2025 год, потому что ничего лучше личного гороскопа быть не может. Также можно заказывать гороскоп на месяц, второй раскладчике также заказывайте по своим запросам, потому что вас волнует. Не по шаблону делаю заказы, второе, а именно по вашим вопросам. Вообще обращайтесь со своими запросами, то есть что вы хотите получить по итогу, особенно в тех случаях, когда вы не знаете, какой гороскоп вам нужен. Может вам нужен гороскоп на год, а может на полгода, а может на месяц, вот вы не знаете. Может вам натальная карта вообще нужна, или какой-то один дом натальной карты, вы в растерянности. В таких случаях просто пишите, что вы хотите получить по итогу на выходе, с чем вы хотите выйти, с какими знаниями, с какими ощущениями. Вот это описывайте, я вам скажу, какая форма работы вам подойдет. Мой номер телефона указан в комментариях под данным видео, потому что на экране вы сейчас не видите, у меня не поместилось, просто мои данные не поместились, поэтому все их написала в комментарии под этим видео. Ищите мой комментарий. Пишите на мессенджеры, вайбер, ватсап или телеграм, какой вам больше нравится. Итак, Венера-Ретроградит в шестом и в пятом доме, там же, где у вас затмения, там и Венера. И там же в шестом и пятом доме Сатурн и Нептун. Уважаемые скорпионы, я уверена, что вы понимаете, когда так много планет идет и засвечивает два дома, это значит, что именно эти два дома будут самые важные. Это пятый и шестой — любовь и работа. Работа над собой, не забывайте тоже, и здоровье. Договорю еще про здоровье. То есть и здоровье нужно поправлять свое, становиться более счастливым. Вы должны через улучшение здоровья в том числе. Работа по дому. К примеру, вы домохозяйка, либо вы на пенсии, и для вас работа в социуме не актуальна уже. И в интернете вы тоже не сидите и не хотите ничего там делать в интернете. В таком случае, скорее всего, вы работаете дома и выполняете домашнюю работу. Вот эта работа тоже будет в теме, особенно весной и в марте. Кто-то из вас генеральную уборку просто будет делать в марте. Вот и все. Причем такую капитальную генеральную уборку. Домашние животные, добавлю. Если вы любите своих домашних животных, то они у вас пройдут по пятому дому гороскопа. А если же они просто, ну, есть-есть, вы не можете сказать, что вы прям обожаете свое домашнее животное. Ну, есть-то, ну, есть. Может, даже не любите его, он вас там царапает, кошка. То тогда такая кошка по шестому дому гороскопа идет. То есть все, что мы любим, это пятый дом и все. А те наши обязанности, те наши люди, которые как обязанность висят на нас, либо звери, которые обязанностью висят на нас, это шестой дом гороскопа. Поэтому и так, и так. Домашние животные тоже в теме. Может, будете лечить, например, не себя, а домашнее животное. А может быть, одновременно и себя, и домашнее животное. Еще плюс, например, дети и пожилые. Вот начнете заниматься капитально, возможно, здоровьем всех людей. Вот сразу всех своих домашних на какую-то там профилактику поведете, чего-то пить, какие-то процедуры. Если вы особенно когда-то это делали, можете вернуться к этому. К примеру, вы когда-то занимались закаливанием. Вот. И захотите снова. И причем так захотите, что и у всех домашних будете. Туда же, вплоть до домашних животных, чтобы они тоже с вами, к примеру, бегали по утрам, не знаю, зимой вокруг дома. Что-то в этом стиле. Марс ретроградит в вашем девятом доме гороскопа в январе и в феврале 2025 года. Это про заграницу. Заграницу в новые страны нежелательно ездить в январе и феврале. Если вы там уже были, то можете, конечно, ехать. Если, опять же, нет каких-то других опасностей в тех странах, куда вы едете. Опасности могут быть. Тут я хочу перейти уже сразу к Плутону. Плутон в этом году в вашем четвертом доме гороскопа. Он может проигрываться, опять же, очень по-разному, в зависимости от того, где вы живете. Самое страшное, что идет по Плутону в четвертом доме, это война. Но война может быть не там, где вы, а где-то, куда вы можете поехать в потенциале. В потенциале. Поэтому в январе и феврале, если вдруг вы надумаете ехать в страну, в которой уже были, но там идет война, то лучше этого не делайте. Не надо. А вот если, например, вы живете в стране, где война, и захотите куда-то уехать в более безопасное место, как вариант. Но, как говорится, от судьбы не убежишь. Поэтому может быть такая история, что вы приезжаете куда-то, а там тоже что-то нехорошее. На практике я такое вижу. Особенно, когда ваша личная карта тому подтверждение. Если, например, у вас в соляре, в вашем личном гороскопе, на ваш личный Новый год, стоит аспект войны, то куда бы вы ни поехали, вы будете сталкиваться с войной. Это если ваша личная карта об этом говорит. Но война бывает разная. К примеру, это может быть крупномасштабная действительно война, которая в прямом смысле. Но также вы можете куда-то переехать, и у вас начнутся, например, проблемы с вредителями в квартире. И вы будете с ними воевать. Вот вам такая мини-война. Или на работе начнутся проблемы. Конфликты с коллегами проиграются. То есть всё равно, если есть в вашей личной карте указание на то, что какое-то будет что-то такое, то оно будет так или иначе. От судьбы не убежать. Иногда можно существенным образом облегчить, конечно же, себе жизнь, но тем не менее какая-то похожая энергия проходит. Плутон в четвёртом доме гороскопа. Кто из вас живёт в горной местности? Или если вы живёте у вулканов, то здесь особо осторожно. И смотрите, да, если вы давно живёте, вы, конечно, знаете. Но если, к примеру, вы впервые приехали в страну и, может быть, даже не жить, а в качестве туриста, то можете ли увидеть извергающийся вулкан запросто? Тут, конечно, понимаете сами. Вы к этому готовы или не готовы? Будет очень большая разница. Потом в четвёртом доме из неприятностей, которые могут очень сильно подпортить жизнь, это неприятные соседи, которые постоянно с перфоратором. Это постоянные какие-то попойки, опять же, соседские. Или под окном кто-то горёт. Может, под окном какое-то заведение непонятное. Или люди непонятные. То есть это всё возможно. Плутон иногда показывает проблемы с канализацией. Плутон в четвёртом доме гороскопа. Так что от проблем с канализацией и вонищей на весь дом до войны в стране, в которой вы живёте, это всё Плутон в четвёртом доме гороскопа. Напоминаю ещё раз, для особо мнительных, впечатлительных и для тех, кто сидит в розовых платьичках, напудренные и в состоянии пятилетней девочки, напоминаю ещё раз, это общий гороскоп. Не нужно сейчас падать в обморок. Во-первых, хотелось бы, конечно, чтобы на моём канале были зрелые и взрослые люди, которые вот это всё слушая, нормально это всё воспринимают. Взрослые и зрелые люди, аудитория 35+. Мне кажется, что вы сталкивались с многим уже в своей жизни. Если всё-таки вы жили в каком-то баблгамме, если вы принцесса на какой-то перине, то, может быть, да, конечно, это для вас страшно. Но для большинства из вас, я очень надеюсь, особенно вы, скорпионы, вы же самый страшный знак зодиака, вас же боятся многие. Вы должно быть нормально к этому относитесь. Говорите, я, да я голыми руками буду устранять проблему с канализацией, мне даже перчатки не нужны. Вы должны быть вот такими сильными, и для вас это всё. Где-то извергается вулкан, скажите, где я приеду, посмотрю. Вот такими вы должны быть, по идее, скорпионы. Но так как вы все уникальны, и карта рождения у вас у всех уникальнейшая, конечно, вы можете быть в других, совершенно других энергиях. Например, в энергиях весов, которые рядом с вами. И вы, например, скорпион по солнцу, а Венера у вас в весах. И вот как раз таки Венера — это та самая кисейная барышня, которой не говорите, пожалуйста, об этом ни о чём. Я в белых перчаточках. То есть скорпион — это знак жёстких таких вообще людей, мощнейших просто. Но рядом с ним весы, которые напротив нежные, кружевные, розовенькие и приятненькие. Поэтому здесь, конечно, скорпионы, смотря какой вы скорпион. Юпитер в вашем восьмом и девятом доме гороскопа в этом году, в восьмом доме до девятого июня по равнодомной системе, а дальше в девятом. Юпитер несёт вам деньги, если вы любите опасность, страх, ужасы и всякую такую вот, то, что я рассказывала вам, мешанину, трешанину. Если вы всё это любите, ой, это вообще самое то. И денег будет много. Если вы работаете в профессиях по Плутону, то по Юпитеру в восьмом доме у вас будет много денег от таких профессий. Юпитер в доме Плутона. Поэтому вы можете складить просто капиталы на каких-то трешовых профессиях, на том, что страшно другим делать. То, что считается фу, противно, не все за это возьмутся. Такие профессии, как правило, требуют длительной подготовки, поэтому я не думаю, что для кого-то из вас это будет новинка. Вы можете оказаться случайно в таких ситуациях. К примеру, по Юпитеру в восьмом, если вы работаете, если вы пожарник, то вы, понятное дело, давно, скорее всего, уже пожарник, и вам это всё знакомо. Но может ли это быть ситуативно? Горит дерево, на дереве кошка. Вы полезли её спасать, как пожарник. Да, это может произойти с вами ситуативно. Вы не работаете, вы не сантехник. Но случилась авария, и вы работаете сантехником ситуативно. Вы, к примеру, не врач, вы не хирург. Но ситуативно что-то страшное происходит, и вам нужно человеку указать скорую помощь, как будто вы на скорой помощи врач. Это, может быть, ситуативные истории. Но а если вы по жизни постоянно работаете вот в этих профессиях всех, если вы и так на скорой помощи, и вы и так спасатель, вы и так сантехник, вы и так работаете в виртуальных службах, вы и так в каком-то постоянном движи, то для вас это вообще ваша энергия. Также, вне зависимости от вашей профессии, если вы живёте в тяжёлых условиях, опасных, вы все путанианцы, типичные скорпионы. То есть если вы живёте где-то у подножия вулкана, где-то живёте, где постоянно какая-то вонь, какие-то производства негативные влияют на вас, если вы живёте в войне, то вы автоматически считаетесь, что вы работаете по Плутону. Даже если вы сидите и вяжете носочки, а рядом постоянно взрывы, вы работаете по Плутону в этих энергиях. В общем-то, вы скорпионы по жизни воинственны, поэтому я очень надеюсь, что не будет вас пугать вот эта вся тема, которую я выше озвучила. Однако, если она вас будет пугать, и вы меня спрашиваете, я уже не могу больше, я уже не могу больше в этом трешнике просто жить, тогда рекомендация переезжать по общему гороскопу, ещё раз подчёркиваю, по общему гороскопу, по равнодомной системе, переезжать в другие страны на время, не навсегда. Можно с 9 июня. С 9 июня. Если вы хотите переезжать навсегда, то то же самое с 9 июня. Такие вот открываются возможности. У кого-то командировка пойдёт с 9 июня, у кого-то родственники за рубежом, вы просто к ним поедете. Но, скорее всего, будете возвращаться, потому что всё-таки ваша энергия вас тянет, если вы живёте в таких энергиях. Если же вы хотите полностью избавиться от разных-разных любых неприятностей, то, во-первых, вы это будете делать, во-вторых, предупреждаю, может не сильно получаться, потому что вы из одной стороны перейдете в другую, например, там начинается война. Такое бывает. Такое бывает. И действительно есть такие люди. Может быть, вы знаете таких людей. Вспомните своих знакомых, которые переехали с одной страны и попали в другую плохую страну. И там была война, туда переехали, там началась революция. Переехали в третью, там обострилась война, которая до того долго длилась. Сейчас в мире очень много разных войн, разного масштаба. Это не только межстран, но и внутренние революции, бунты, митинги. Митинг какой-нибудь обычный, на первый взгляд, может даже очень плохо заканчиваться. Обычно какие-то восстания, так скажем, за какие-то свои права, когда люди борются, они заканчиваются теми же самыми полётами, коктейлей Молотова и всем похожим на войну. Поэтому, понимаете, везде такое есть. А сколько стран, где мафия, где она господствует, где она царствует. Это тоже восьмой дом гороскопа. Там постоянно все на оружии сидят и продают, и торгуют, и так далее. Весь мир такой. Я думаю, что вы это точно понимаете, уважаемые скорпионы, что весь мир, по сути, это война. Мир — это война. Кто-то, конечно, будет бежать от этого всего и будет говорить, остановите землю, я сойду. А кто-то будет бежать к этому всему. Если вы живёте в какой-то стране, то вам запросто можно стать в ней скучной, в какой-то спокойной стране, а вам можно стать в ней скучной и вас как бы тянет судьба к какому-нибудь приключенческую историю. И узлы про это, про приключения, драйв, азарт. И Марс в девятом доме, он просто мчится на мотоцикле, пересекая любые границы и повторно-повторно. И Юпитер о том же, что, в принципе, вы любите адреналин. Что же касается урана, он в седьмом и восьмом доме. То есть уран тоже ещё тот адреналинщик. Уран в восьмом доме — это чисто человек без вообще, ну, не знаю, даже помягче сказать, ну, без головы, безбашенный. Безбашенный, причём, что он при этом мчится на каком-нибудь скоростном транспорте, на каком-нибудь скоростном автомобиле, без верха, без вообще, да, без ничего, без сознания, просто летит и летит. Уран в восьмом доме — это ракета, летящая ракета. И он тут поддерживает все предыдущие тенденции, говорит, да, надо куда-то мчаться, надо чем-то гореть, надо чем-то пылать. Кто-то мчится от опасности, но сами вы можете представлять собой опасность. Заметьте, какой парадокс. Вроде того, что, когда вы уезжаете откуда-то из каких-то плохих мест, как будто с собой забираете эту энергию. Кто-то может вас бояться, уважаемые скорпионы. И кто это может быть? Может быть, это ваш партнер. Другой вариант. Ваш партнер страшный и опасный. Это уже по урану в седьмом доме. По урану в седьмом доме гороскопа чем может быть страшен и опасен ваш партнер, если по срокам говорить, выделять, то до 7 июля. То есть, чем может быть опасен ваш партнер? Резким вылетом от вас. То есть, ваш партнер может вас бросить, простыми словами, и этим быть для вас опасным. Но также и вы можете делать то же самое. То есть, резко его бросить и тем самым привнести полный конец света в его жизни. Здесь может быть обоюдная даже история. Самая большая опасность по урану в седьмом доме — это быть резко брошенным. То, что называется гостинг. Если вы это делаете, если вы кого-то резко оставляете, партнера своего, то, конечно же, потом это к вам вернётся бумерангом. Это очевидно. И гармические последствия уже по урану в восьмом доме будут очень, даже очень страшными. То есть, вы, скорее всего, если совершаете какие-то поступки, то, как правило, потом прилетает, как говорится. Уран в восьмом доме — это чисто прилёт. Уран в восьмом доме — это вот обстрелы. Понимаете? То есть, если вы кого-то введёте в состояние, как будто бы человека разорваны мелкие кусочки, то, сами понимаете, гостинг всегда переживается как разрыв, вот так вот, как взрыв. То есть, как будто бы человека взрывают просто атомной какой-то бомбой и подрывают его. Это самое страшное, что может быть вообще, в принципе, для большинства людей сейчас. Уран, несмотря на то, что каждая планета лёгкая, на самом деле он даже страшнее Плутона. Потому что Плутон — это планета, которую мы понимаем как естественные процессы. Мы все знаем, что человек не вечен. И момент, когда человек выходит из тела, это Плутон. И мы знаем, что это должно было рано или поздно случиться. Это Плутон, когда мы понимаем. И наш мозг с этим смиряется. Заметьте, мозг привыкает к уходу человека, если человек уходит по естественным причинам. Но мозг не может смириться. Мозг просто взрывается и сходит с ума, когда человек бросает вас на ровном месте. Кто знает, тот знает и подтвердит. И напишите, если, конечно, сможете написать, если захотите. Не сильно прошу, но кто знает, тот знает, что тяжелее переживается, когда человек пропал без вести, чем если вы узнали, что человека уже просто нет в живых. То есть мозг легче переживет новость о том, что человека нет в живых, чем новость о том, что человек пропал без вести. Потому что второй случай — это взрыв мозга. Мозг не работает в эту сторону. Понимаете, не крутится в эту сторону. это хуже это гостинг когда вы не знаете что с человеком вы уже думаете что наверное его нет что его уже там и тогда все уже в земле лежит а он просто вас заблокировал потому что просто вот такой он не хочет с вами общаться и вы при этом не знаете где он живет вы не знаете его родственников и просто в ауте это самое страшное что может случиться это самая большая беда на самом деле эпохи водолея эпохи когда у всех есть телефоны и вы из большей доли вероятности знаете человек телефон телефон человека и у вас человек в телефоне полностью нежели его в реальности я думаю согласитесь у нас сейчас много таких отношений когда мы можем не знать где человек живет мы не знаем его дома в реальности мы не знаем вообще настоящего вы мы его не знаем о большей части мы с ним общаемся в интернете и мы знаем его номер телефона у нас очень много таких отношений и вспомните себя, и даже, например, наши отношения с вами, мои подписчики. Вы знаете только мою страничку на Ютубе, и я для вас вообще страничка на Ютубе. Мы все для кого-то странички, просто странички. И многие из вас не знают ничего даже о самых близких своих людях. Поверьте мне, вы самого главного, скорее всего, и не знаете о своих самых даже близких людях. Поэтому, уважаемые скорпионы, смотрите, тут разная история может быть. Вы, конечно, понимаете, что здесь зависит от очень многих причин и следствий и так далее. Понятное дело, что есть вопросы гордости, и гордость нужно будет смирять в этом году. Потому что, например, если человек вас заблокировал, но вы знаете, где он живёт, то единственное, что вам может помешать к нему приехать, это ваша гордость. Всё. Ну, либо денег у вас нет, если он живёт в другой стране. Ну и так далее. То есть объективные причины, если есть, да, мы исключаем гордость. Но если объективных причин нет, то это чисто гордыня. И уран в седьмом доме гороскопа, он такой, он может давать вот такие совсем нехорошие вещи. Но также уран в седьмом доме гороскопа может вам давать и резкие прилёты в позитивном ключе. То есть резко человек вам прилетел, он с неба просто упал, свалился и влюбился с первого взгляда. Влюбиться с первого взгляда — это уран в седьмом доме гороскопа. Не просто влюбиться, а так, что и замуж пойти и жениться. Уран в седьмом доме — это те случаи, когда люди шли и шли мимо ЗАГСа, решили зайти и подали заявку на роспись. Это уран в седьмом доме. Когда вы видите странные чудаковатые свадьбы, это уран в седьмом доме гороскопа. Странные в разных значениях. То ли человек пришёл, не знаю, в каких-то потёртых старых трениках на свадьбу к себе, это странные свадьбы по седьмому дому. То ли разница, например, какая-то у пары большая в чём-либо. Разница в весе, разница в возрасте, разница в менталитете. То есть странные пары так называемые. Это тоже уран в седьмом доме гороскопа. Уран в седьмом доме гороскопа может дать вам резкий возврат любого вашего партнёра в этом году. На протяжении всего вообще года, помните, что год весь ретроградный, резко, неожиданно вам может упасть, как с неба упасть ваш какой-то партнёр. Для кого-то уран в седьмом доме проигрывается как ребёнок-подросток. Седьмой дом — это не дом подростка. Но наш мир так перепутан, что иногда даже дети идут по седьмому дому гороскопа. Хотя что там делать детям? Ну, это случаи, например, когда вы психологическая жена своему сыну. Если вы мама, но психологическая жена своему сыну. Если, например, вы ревнуете его к девушкам, не разрешаете ему встречаться, либо он едет на свидание к девушке, а вы говорите, «Нет, оставайся со мной, вези меня куда-нибудь в магазин». То есть вы ревнуете к девушке, вы, получается, жена своего ребёнка. Тогда, может быть, ребёнок у вас проигрывается как уран в седьмом доме, как вариант. Но это, как понимаете, это ненормально, это аномалия. В позитиве. У вас может быть возлюбленный просто вас младше. И поэтому такая тема, что он как подросток себя ведёт. Если ваш возлюбленный младше вас на 11 лет, то у вас отношения эпохи Водолея. И да, он ваш уран в седьмом доме. То есть он просто младше вас на 11 и более, конечно, лет. По урану, может быть, и больше. 11 — это минимум по урану разница. Вот он тоже уран в седьмом доме. С таким человеком у вас может быть да всё, что хочешь, может быть. Уран в седьмом доме непредсказуемый. Он самый труднопредсказуемый вообще в принципе. Его сложно предугадать. Вот такой год. Во многом драйвовый, опасный, но очень-очень ретроградный. Поэтому все те истории драйвовые, опасные, они будут тоже ретроградными. Скорее всего, вы это уже делали. Когда вы уже набивали татуировку, захотите опять набить? Может быть, даже похожую, такую же самую. Год очень ретроградный. Какие-то сделки, соглашения у вас по урану в седьмом доме, если проходят, то они могут резко решаться, эти проблемы разрешаться. Либо резко, так скажем, испаряться по какой-то причине. Причины могут быть разные. И опять же, и курьезные, и страшные. К примеру, где-то в каком-то суде рассматривают ваше дело. В суд попадает ракета. Все, суда нет, дела нет. То есть, вот разные такие истории. Смотрите, у вас вообще, вы все очень-очень в разных странах живете. У вас может пройти любое чудо по урану в седьмом доме гороскопа. И положительное, и отрицательное. Но, скорее всего, вы это видели. Или вы интуичите. У вас еще интуиция может быть очень хорошая в этом году. То есть, вы можете как будто предчувствовать. Например, думаете, как же это дело может решиться. Ну, я не знаю, какое-то чудо только. Ну, вот НЛО какое-то должно прилететь. То есть, вы это НЛО можете предчувствовать. Вы сами можете понимать, что может случиться тот форс-мажор, который, как говорится, вот «черный лебедь», то, что называется «черный лебедь». Это вот уран в восьмом доме особенно. Чисто черный лебедь. То есть, случается то, что никто не ожидал, и то, что перечеркивает все, что было ранее. Но вы интуичите, и интуичить можете, опять же, по той причине, что когда-то вы нечто подобное уже наблюдали. То есть, когда-то вы уже наблюдали, что какая-то проблема вас сильно долго мучила, терзала, а потом произошло что-то такое форс-мажорное, что эта проблема просто обесценилась. То есть, она просто перестала быть и решилась сама по себе. Уважаемые скорпионы, я очень надеюсь, вы поставите мне лайк, напишите, пожалуйста, комментарии, подпишитесь на мой канал. 70% смотрящих меня, просто вдумайтесь в эту цифру, 70% смотрящих меня не подписаны на мой канал. Подписаны только 30%. Подпишитесь, пожалуйста. Мой канал не 18+, на него можно подписаться. Ну, а если вы подписаны на 18+, канал и одному не подписаны, то стыд вам и позор. Подписывайтесь на мой канал. Всех благ, всего доброго.